Поддержать власть вышли несколько тысяч харьковчан. Полтора часа им со сцены рассказывали об успехах и планах. После участники митинга разошлись. Все же говорят, давайте новые выборы. Я не хочу, чтобы были выборы новые. Я хочу, чтобы страна работала в том же режиме, в котором она работала 4 года. В это же время в другой части города пытались провести первый всеукраинский форум Евромайданов. Во избежание провокации их участники разделились на три группы. Каждая арендовала помещение для проведения мероприятия. Из актового зала автодорожного техникума евромайдановцы попросили уйти сразу. В храме Иоанна Богослова священник пояснил, что форум также вряд ли удастся провести. Я думаю, за час, если мы будем тут молиться и покладем надею на Бога, то вопрос решится. Такой категоричный отказ возмутил правозащитника Евгения Захарова. Это первое. Когда все отмывают в зале, когда мы до последней минуты не знаем, куда мы повезем людей, когда мы должны рассередиться по офисам общественных организаций, которые были в этом участии, с секциями, а не проводить все в одном месте, ну, это все ненормально. К месту сбора третьей группы у Свято-Дмитриевского храма целенаправленно подошли молодые парни и попытались прорваться внутрь. Охрана форума оказала сопротивление. Как только завязалась драка, появилась милиция. Нападавших окружили, а потом посадили в автобус и увезли в райотдел. В результате их оперативных действий было задержано 18 человек, которые принимали непосредственно участие в конфликте. Данные граждане, доставленные в дежурную часть Ленинского райотдела, в настоящее время выясняются все обстоятельства событий. Усилив охрану, учредительное собрание Евромайдана все-таки удалось провести и объяснить, зачем оно было нужно. У нас существует проблема взаимодействия, и, собственно говоря, наша полтавская делегация будет делать все возможное. Если, собственно говоря, и будут какие-то отдельные представители, которые будут предлагать какие-то Роскольнские действия, проголошивать единого кандидата, ставить ультиматумы до оппозиции и так далее, и тому подобное, мы будем категорично выступать против этого. Форум будет работать два дня. Сегодня 119 делегатов скоординируют свои действия, а завтра примут резолюцию по итогам собрания. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, События, Харьков.